В душе трепет на лицах улыбки. Ими гордятся не только родители. Вчерашними дошколятами любуются весь город. В Узловой в третий раз проходит парад первоклассников. Каждый уже побывал в своей школе на торжественной линейке. Теперь все вместе они идут в одной колонии. Почти 800 ребят со всего района. Эти маленькие кадеты тоже первоклассники. Среди них и Иван Бровкин. Серьезный и шустрый, в черной парадной форме, с белым аксельбантом. Он уже знает, чему его будут учить в кадетском классе, кроме арифметики и чистописания. Кадет защищает родину, и он любит свою страну. А ты любишь родину? Да. В полдень школьники трогаются в сторону главной площади Узловой. Вместе с первоклассниками идет и губернатор. В прошлом году Алексей Дюмин 1 сентября встретил в Тульском Суворовском училище. В этом встал в самую большую колонну первоклассников в регионе. Сегодня день для вас особенный. Вы вступаете в школьную жизнь. Впереди вас ждут много новых открытий, новых знаний, которые вам пригодятся в дальнейшем, в будущем вашем. Хочется пожелать сегодня и нашим учителям, нашим дорогим родителям несекаемой энергии, теплоты, заботы, внимания к нашим детям. Берегите наших детей. Ну и, конечно же, будьте здоровы и терпения вам. В День знаний для первоклассников прошел и первый урок. В Туле, прямо за партами, ребят учили выращивать деревья. Так в области началась акция «Вырасти дерево знаний». Она проходит по инициативе Алексея Дюмина. По его поручению детям подарили специальные наборы. В них есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно вырастить дерево. Это грунт, дренаж, семена и удобрения. В День знаний ребята справились с первым этапом. Замочили семена. Далее в течение двух лет они будут ухаживать за ростками. После ели, сосна, клёны, липы и даже секвойя высадят на территории школ, парков и скверов. Мы сегодня сделали хорошее дело. Мы сажали дерево. Мы за ними будем ухаживать. В День знаний на торжественной линейке вышли 132 тысячи ребят. В Тульском лицее номер два первый занок прозвучал для 1300 школьников. Это образовательное учреждение часто называют кузницей медалистов. В прошлом году каждый четвертый выпускник вышел с медалью. Но 1 сентября эти дети испытывают обычные детские страхи. Что ждет их в новом году? Какие задания придумали учителя? И хорошо ли сами они подготовились к новому учебному году? Я очень большую ответственность чувствую, потому что позади экзамены, позади ОГЭ. И сейчас надо готовиться к единому государственному экзамену, который будет уже через два года. Время очень быстро летит. Очень счастливо. Но все-таки это последний год. Очень большая надежда на него. И не хочется уходить из лицея. Очень не хочется. Морально больше готовилась к последнему году. Ну и все. Больше ничего такого нет. Нагрузка, правда, большая. Математика. 1 сентября в каждой школе отметили по-разному. Где-то с концертом, где-то парадом, где-то просто старшеклассник нес на руках первоклашку с колокольчиком. Неизменно у всех было одно. Белые банты, море цветов и родительские слезы, которые провожали детей в их новую жизнь. Надежда Милехина, Роман Тюгин, Руслан Кравченко, Первый Тульский.